сегодня я почему-то сильно растянула во времени свои видео и вот еще раз вернулась к суккулентам татьяны мне кажется сейчас мой фотоаппарат перестал затенять растения и вот сейчас я могу показать суккуленты тани я вам уже рассказывала о тане это как раз тот коллекционер который настолько увлечен суккулентами что поехал смотреть как они растут на родине алоэ денежные деревья вот как-то искали вот такое именно цветное денежное дерево то есть она на свету становится становится ярким даже сейчас когда уже освещение осеннее все равно кончики веточек с розовинкой это я так понимаю ионю очень интересный не спросила у тани таня убежала стесняется говорить я перехожу еще к одной тани у тани всевозможные декоративно-листные цветущие растения сейчас показываю вам пестролистную гипоцирта это не несколько пестролистных таких именно нематантуса 22 я сегодня купила вот такой и с темным листом потом вам покажу когда буду показывать свои новинки потому что без новинок же конечно тоже не обходится здесь спать и фильмы вот таня взяла для образца аукубу и вот здесь маленькие укорененные череночки у нас краснодарском крае аукуба зимой прямо на открытом пространстве вот здесь посмотрите интересная колумния баригатная ампельная сина гуниума кофе я вот здесь что понравилось то альтернаторы это вот хозяйка таня вот это вот что за цветок альтернаторы это комнатное растение некоторые даже насаживают есть много сортов есть маленькие кучеряга вот такой интересный сорт не подписан сорт посмотрите панда что ли так изменилась на освещение здесь вот 250 рублей но только поменьше голди лог это все дарантему все дарантему вот красивая коечка такая яркая вот расписная вся вот здесь кобра филадендра здесь же вот пестролистный мертик и рядышком пестролистный альяндр вы тут нас слышите а то мы тут все вместе разговариваем это бугенвилия пестренькая карликовый сорт вот он стефанотис это вообще редкость это очень красивое растение красиво цветущее с приятным запахом тут мертики из семян а вот он эсхинантус посмотрите какой нарядный сейчас чуть погодя там покажу вам дальше большой куст эсхинантус а вот посмотрите послен варигатный у него даже плодик тоже варигатный видите даже помидорчик варигатный прелесть просто церапегия варигатная и рядом фикус пумила варигатный и вот фикус тоже вот такой вот посмотрите вот у Тани он был посажен в большом горшке да можно можно вот этот горшочек снять вот такой фикус да 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 чтобы показать его зрителям нашим это фикус такой вот они маленькие вот видите и вот Таня вырастила посмотрите какой фикус я пришла из-за вас здравствуйте вот маленький вот такой фикусик а вот Таня вырастила из него вот такое шикарное растение представляете это вообще я бы не додумалась я бы начала бедный фикус строить вверх и заставлять его быть вертикальным а оказывается иногда нужно пустить его в свободный полет и получается очень красивое растение вот растение которое у нас дебаты вызвало то есть мы решили что это все же ордизия потому что на мультифлору это не очень похоже но но у меня там зреют бутончики мы скоро будем определять по цветку что же это все таки зацвело вот они лизы посмотрите какие миленькие лизы хои австраликум лиза вот окалифа с окантовочкой кротончик вот такой амсталголд по моему сорт миль крупноцветковый псевдоарантемом цветет вот симпатично с сиреневыми цветочками крупными есть псевдоарантемом у которых красивые листочки показываю они не очень охотно цветут вот так а вот есть с зеленым листиком но с красивым цветением посмотрите вот такие цветы это кротон похож по окраске на тамару но это другой сорт с желтой варегатности посмотрите вот такие папоротники которые вырастут потом вот в такой кустище вот такой ну мне нравится у меня такого нет и тут есть малыши надо спросить у Тани сколько они стоят вот это похоже на Денис вот такой эскинантус мне когда-то дарила подруга он у меня долго рос прекрасно выглядел потом что-то с ним случилось я его просто не смогла спасти даже не смогла укоренить черенок так и не поняла до сих пор что же с ним произошло сейчас если я еще раз приду с покупкой то меня муж просто испепелит взглядом я весь день вчера занималась аутотренингом не вижу от этого никакой пользы ой мне нравится вот такая какая красивая пинк Индонезия пинк Индонезия ой какая красивая деточка а сколько Валерия она стоит тысячу рублей посмотрите пинк Индонезия надо записать в мечты потом как-нибудь потому что сейчас я уже не готова разориться на пинк Индонезию очень красиво вот я подошла плавно к месту Валерии сегодня Валерия приехала на выставку я взяла телефон ее и она сказала что высылает растения по почте поэтому я думаю что счастливых обладателей красивых Аглаанем у нас прибавится потому что у Валерия огромное количество красивых сортов вот это наш вот этот сенсация спатифилиум огромнейший сегодня он это подросток это маленький Валерия говорит это маленький вот это махараджи да вот это махараджи которая у меня растет да да я я же покупала такую и мелкие вы новороссийские на выставке а сейчас вот они стоят вот здесь вот это снова Pink Indonesia ой какая красавица Pink Indonesia я ее не куплю если кто-то сейчас начал гадать куплю я или не куплю Pink Indonesia нет я ее сегодня не куплю точно но я ее запомню вот представитель марантовых а вот Диффенбахия цикас а вот целая бадеечка махараджи посмотрите вот из такой бадеечки я выбирала свою в прошлый раз то есть мне деточку Валерия выкопала прямо из грунта Валерия сегодня просто очень воодушевлена тем что она тоже начала участвовать в выставках это действительно море положительных эмоций причем еще и общение с людьми которые повернуты на этой теме поэтому я думаю что да это очень интересно и мы плавно переходим Леночка можно поснимать твои красивые пеларгонии да я знаю я знаю но я думаю что у нас девочки альбина с утра пораньше снимала поэтому я думаю что видели всю красоту в том виде в котором подготовлены они были для продажи а сейчас уже вот Лена с сожалением говорит что уже разобрали но это это очень хорошо что цветочки разобрали то есть мы же и приходим для того чтобы их разобрали вот это интересные стеллеры здесь же сейчас мы найдем розыбудные вот розыбудная гераничка там есть вот тут в паре сфотографированы на мой взгляд это Розалинда и Денис вот такая интересная расцветка изнанка белая а цветок такой ярко-ярко малиновый мальиновый они берут семь пять потому что они на что-то расширены ассортимент и они для профессионального регулирования для ассортимент у нее цветочки и они вот такие интересные цветочки красивые раскраски посмотрите необычные формы Лена увлекается вот этим то есть она и сама увлечена и теперь уже переводит это и в бизнес потихонечку здесь у нее хойи кстати хой вот здесь был полный ящичек прямо наполненный да без всякой без всякого пространства между горшочками было занято место сейчас уже осталось совсем немножко но все равно вот я смотрю интересные листочки цветочки и возле каждого места я себе говорю что вот это растение заслуживает внимания вот это очень красиво смотрится то есть все у нас все у нас красиво хотя получается вот клубни глоксинии продаются хотя гораздо легче выбирать если вот так растение показывает потому что сегодня мы познакомились вернее как разговаривали со зрительницей канала и она сказала что когда смотрит на экране то много растений хочется купить а когда попала на выставку то растерялась то есть внимание рассеивается слишком много людей слишком много цветов и получается в глазах мелькание поэтому настраивайтесь на то что тут конечно большая площадь что в разных местах стоят люди и выбирать это сложновато конечно да сложновато но все равно без покупок никто не ушел вот сколько я вижу у всех покупочек несколько пакетиков я знаю что люди которые собирались приехать некоторые не смогли этого сделать к сожалению и даже среди нас полностью ряды не запомнились то есть кто-то просто из-за сильного дождя внезапного который внезапный в ноябре считай последний день октября у нас внезапный дождь расслабились мы полгода у нас дожди не было стабилизатором вот тут всегда хорошо разбираются тоже фиалочки потому что большой выбор разные сорта мне нравится что девочки постоянно обновляют сорта ну и вот показываю вам зал в галактике плюс в том что здесь ярмарка работает столько сколько открыт гипермаркет а гипермаркет открыт до десяти часов вечера поэтому мы здесь тоже будем находиться до самого глубокого вечера ну а те посетители которые пришли за покупками не обязательно за цветами они могут случайно попасть и на нашу выставку растений и будет приятное с полезным поэтому приходите а я вот еще не показала вам вот такой хрустальный антуриум посмотрите какая красотища Валерия а сколько стоит вот этот хрустальный почти две тысячи он стоит но он очень красивый не зря альбина его хочет посмотрите какой он какой лист красивый 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 вот мелкий вы который я на прошлом на прошлой выставке купила и вот махараджа еще раз вам показываю и вот так ярко и красиво смотрится место Валерии и в комментариях я вам обязательно укажу ее контакт ну а пока на этом все дорогие друзья до свидания до новых встреч субтитры удачи Продолжение следует...